Комитет уже не раз заявлял свою позицию относительно таких списков, как дискриминационных по отношению к женщинам. Теперь мы послушаем Гульбахор Тураеву, которая долго работала медицинским экспертом в Узбекистане в отношении самых бедных и самых дискриминируемых. В настоящее время демографическая ситуация в Узбекистане прочно заняла одно из ведущих мест в ряду социально-экономических проблем государства. В свою очередь, узбекское общество мало знает о механизмах планирования и формирования современной семьи, особенностях взаимоотношений мужчины и женщины, родителей и детей. Поэтому много разводов между молодых семей, много незаконно рожденных детей, вторых жен, в свою очередь, рядом с этим много очень абортов. Аборты в основном несли добровольный характер или принудительный со стороны родственников, а сейчас аборт несет именно как стерилизация труб добровольно-принудительный характер со стороны медицинских сотрудников. Аборты, в свою очередь, приводят к временной утрате здоровья, высокой затрате финансовых средств и семейного бюджета. Недостаточность информации, ограниченность знаний именно беременных о медицинской помощи, о возможных показаниях и результатах медицинских вмешательств позволяет врачам и скрининг-центра, гинекологам, в основном из первичного звена, навязывать беременным ненужные, а иногда и вредные вмешательства. Ограниченность знаний их о медицинской помощи в этих случаях рукам врачей. Поэтому многие беременные избавляются от своих желанных беременностей. Помимо этого, во всех родильных комплексах города и районов 90% первородка, то есть беременным первородящим, производится кесеровое сечение. В республике у нас существует постановление и преобразованная правительственная комиссия, основанная на постановлении президента республики от 2009 года под номером 1096 о дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка. Здесь на фоне этого приказа есть ДСП-приказ. Это секретный приказ, который не регистрируется официально, но обсуждается в узком кругу всех этих руководящих чиновников среди здравоохранения. Я хочу сделать удар на приказе ДСП. Здесь задачами указано в этом приказе следующее. Прервать беременность как можно в ранних сроках беременности после проведенного скрининг-исследования. Прервать беременность на поздних сроках, когда увеличен риск на выживание. Произвести желание желательно первородящим роженицам кесеровое сечение. Произвести стерилизацию труб маток во время кесерового сечения после вторых родов. Стимулировать отслойку плаценты, желательно достигая при этом мертворождения. Ставить обязательно внутриматочные спирали на ранних этапах после родов. Произвести стерилизацию труб маток у женщин. Я бы хотела попросить присутствующих и, конечно же, обысье, чтобы они обратили внимание, что на фоне такой произведенной стерилизации и произведенного аборта многие женщины становятся инвалидами и порой они умирают. А дети их почти уже остаются на произволе, потому что мужья их именно в таком возрасте, которые могут жениться и продолжить свою половую жизнь. Именно вот дети остаются на произволе. Спасибо за внимание. Thank you very much for all of this information. It's very important to discuss the problem of these practices in the gynecological profession. We have taken different groups of people from around the world, women, because this is really a problem, especially forced sterilization, worldwide that this happens. The Open Society Foundations put out a report about forced sterilization in Uzbekistan, I think, two years ago. And I want to know, do you know this report? В 2009 году, когда вышел именно постановление президента Республики Узбекистан, выше указанным номером 1096. И после выхода этого постановления Кабмин, в свою очередь, тоже выпустил свое постановление 1144, которое именно там указывается, я делаю ударение, указывается о добровольной хирургической стерилизации трубматок у женщин фертильного детородного возраста. И там не говорится и не пишется о принудительной стерилизации, но, увы, я вам сказала, что есть приказ, документ специального назначения сокращенной ДСП, которые там в устном кругу обсуждаются о проведении принудительной стерилизации трубматок у женщин фертильного возраста. Для предотвращения беременности в Республике Узбекистан не сразу они поступили к стерилизации, это шло пошагово. Например, сначала вставлялись поголовно-внутриматочные спирали вплоть на хлопковых плантациях. Это было середина 90-х годов. Я боролась с этим и, в общем, теперь начали вставлять обязательно эти внутриматочные спирали в лечебных учреждениях, но это себя не оправдало, потому что женщины, они из-за ограниченности знаний о своих правах, во-первых, и о своих этих медицинских доступах к здравоохранению, они не могли пользоваться внутриматочными спиралями, и после вставления этих спиралей многие женщины страдали от кровотечения. Поэтому власти Республики Узбекистан вместе с Министерством здравоохранения приняли решение, это не постановление, решение об ампутациях маток. Я патолога, анатомия и гистолог по профессии, очень много было здоровых удаленных маток, и тем самым я начала свое расследование, и, в общем, я нашла такое, как бы сказать, криминальное, я могу это повторить, криминальное, как бы, действие со стороны врачей удаляет абсолютно совсем здоровую матку у женщины, а в историях болезни пишут удаление кисты яичника вследствие перекрута кисты яичника. А когда я уже показываю эту здоровую матку врачам, врачу, то есть к гинекологу, гинеколог, вместо того, чтобы мне объяснить, почему именно она изменила диагноз после операции, мне она начала сувать энное количество денег. И с этим я вот вышла на международный уровень через посольство Америки в Республике Узбекистан, и мои доклады, мои материалы уже начали спубликоваться уже на международном уровне. Это было 2005 год. Тем самым мне удалось, опять-таки, остановить ампутацию маток, здоровых маток я делаю удар. И после этого, после этого, в 2009 году правительство принимает постановление о добровольной стерилизации. Это тоже себя не оправдало. Я хочу это сейчас вам заметить. Это понесло очень большой резонанс. Журналисты уже, зарубежные СМИ начали заниматься принудительной стерилизацией трубматок женщин. Поэтому уже правительство изменяет свой ход и делает кесерово сечение всем первородкам. Были опубликованы мои материалы на сайте Fergan.ru, во многих зарубежных СМИ вы можете это найти. Если вам интересно, я могу дать вам ссылки. И вот после кесерово сечения они перешли к принудительным абортам через скрининг-центр. Скрининг-центр в основном определяет врожденные аномалии на ранней этапе беременности. Тем самым врачи из-за нехватки знаний вот этим беременным женщинам они принуждались сделать аборт, симулируя, что у них яководство как бы эмбрион возможно родиться с какой-то аномальной патологией. Поэтому сейчас на последнем этапе держится в Республике Узбекистан предотвращение беременности в ходе кесерово сечения и на абортах. Стерилизация уже не делается. Стерилизация делается уже после двухрождаемости. Спасибо за внимание. Если ответить.